Слава Украине! Привет всем от Полуанского! Тут некая боброедка призвала жителей Российской Федерации почувствовать себя, даже считаю, жителями блокадного Ленинграда, которые умирали от голода, внимание, умирали от горлода, но все равно умудрялись снабжать фронт. И вот подумайте, куда она полезла и как копнула. Значит, блокадный Ленинград, голод, который не немцы организовали, а коммунисты организовали. Это был искусственно организованный голод коммунистами, не немцами. Там было прекрасно. Смотрите, они прекрасно могли завозить и вывозить военную амуницию, оружие, танки, автоматы, пулеметы. Это все возилось без всяких проблем. Единственное, с чем была проблема завести и вывести, правильно, это были продукты. Их никто не хотел, их никто туда не хотел завозить. При всем при этом, советское руководство, помните такого Жданова, именем которого испаскудили, потому чудесный украинский город Мариуполь, да. Вот, Жданова, такого вот этого колобка, такого сталинского колобка, у которого, знаете, вот эта вот была фигура, да, 90-200, опять 90, да, вот, который жрал, пил и ел, так вот, он жрал, он очень любил омаров, он любил черную, черную, красную икру он предпочитал, черную и так далее, и так далее. То есть чувачок жил в свое удовольствие, да, жрал так, что аж за ушами лещало. Значит, в то время, как все там подыхали с голоду, там им давали эти отрубя, этот хлеб из отрубей, сколько там, 200 грамм, по-моему, да, а коммунистическая верхушка жила великолепно, жрали сырокопченые колбасы, как все было прекрасно, у них было все прекрасно. И чем они занимались, я уже как-то записывал об этом даже видео, они занимались скупкой, скупкой краденого и скупкой у людей, которых они же довели до голода, предметов искусства. То есть люди, чтобы не умереть каким-то образом, там протянуть еще неделю или две, они меняли, например, там же же интеллигенция была когда-то в Санкт-Петербурге, да, и она была еще недовыбита ко Второй мировой войне, вот они продавали предметы искусства, которые у них сохранились, и там какие-то картины были, и скульптурки всякие, золото продавали и так далее, серебро домашнее, вот, и коммуняки это скупали просто пачками, плюс, конечно, скупали ворованное у бандитов, потому что коммунисты и бандиты, и же есть одно и то же. Вот таким вот образом они тогда жили, вот, а все остальные отдохли с голоду при этом, то есть это был абсолютно такой осознанный, спланированный геноцид собственного населения, коммунистами, да, вот, за что их сейчас очень сильно жители вот эти и любят, ну, я не знаю, как можно, ну, тут, тут, я не знаю, что сейчас в голове у жителей этого Ленинграда и области, но вот это факт из истории, да, кому интересно, почитайте книги, там много есть таких книг, которые на самом деле рассказывают то, что там творилось, да, так вот, на сегодняшний день складывается точно такая же ситуация, россиян уже готовят к грядущему, то ли голоду, то ли не голоду, а дефициту определенному продуктов, сверхвысоким ценам и так далее, то есть россиянин должен быть неприхотлив, как ишак, вот, жрать полову, но самое главное при этом снабжать фронт, естественно, а куда ж, но не все россияне, сама боброедка и такие, например, как этот самый, господи, прости меня, соловийный помет, эти абсолютно ни в чем себе не хотят отказывать, они ездят на Бентли, они тратят на себя миллионы долларов, им выделяют миллионы из бюджета, вот, помету выделили 16 миллионов долларов, это таких только прямых, как говорится, инвестиций в его программу, да, не много ли, ну, хотя, видимо, да, Россия же богатая страна, это копейки для нее, что там, господи, Шенину столько же дают и так далее, то есть вот, эти себя ограничивать ничем не собираются, то есть они выбивают себе миллионы, миллионные дотации в долларах, конечно, не в этих несчастных фублях, которые никому не нужны, вот, ну, а все остальные должны, с их точки зрения, по их логике, жрать полову, но, значит, точить снаряды для фронта, я вот одно хочу спросить у россиян, а вы как, вы с этим согласны, что вы просто ишаки?